Запаздывают с ремонтом. Медленно продвигаются работы на участке объездной трассы у села Бахмут Колоражского района, который обещали сдать в эксплуатацию до конца года. В конце июня план был выполнен на 31%, а спустя два месяца на 35%. Больше всего страдают в результате промедления ремонта местные жители. На моем доме образуются трещины. Сейчас еще сделали этот участок, а до этого были такие ямы, что сотрясался весь дом. Посмотрите на угол. В прошлом году я его немного отремонтировал, а теперь снова пошла трещина. Очень тяжело, грязно, слишком много пыли и для нас, и для детей. Да и тянется очень долго. Очень затянулась эта работа. Здесь трудилось больше людей. Сейчас их очень мало. До предела натянуты нервы и у водителей. Эта дорога очень плохая, по ней невозможно ездить. На преодоление этого участка уходит больше времени, чем доехать до Кишинева. Дорога очень плохая. Едешь очень медленно, ломаешь машину. Зам директора госадминистрации дорог Юлиан Марняло утверждает, что работы застопорились из-за неблагоприятных погодных условий. В этом году весна и начало лета были очень дождливыми, что стало серьезным препятствием, из-за которого подрядчик не смог получить доступ к площадке для начала работ. Дорожники обещают завершить ремонт к началу 2022 года. Была постоянно дождь, а тут, как вы видите, проблема за дождь, который остался тут 2-3 дня, и мы не могли работать до сих пор. Сейчас мы начинали опять. Мы надеемся, 98% закроем первый слой ашфальт. Согласно проекту, дорога протяженностью 6 километров включает две полосы движения, мосты, три перекрестка и подземный пешеходный переход. Объездная трасса у села Бахмут – часть национальной дороги, находящейся в процессе восстановления. Ремонт начали в 2018 году. Стоимость проекта превышает 5 миллионов евро. Средства в виде гранта выделил Европейский Союз.